Всем привет! Сегодня я расскажу вам про фильм Пункт назначения 5. Я не знаю, я очень долго не решался посмотреть этот фильм, так как меня дико, в принципе, заебала однообразность предыдущих частей. Единственная часть этой франчизы, которая мне действительно понравилась, это была первая. Вторая была дико унылым говном. Хотя, может быть, не знаю, мне так показалось, потому что я смотрел ее сразу после первой. Про третью я вообще, то есть молчу, это был единственный для многих фильмов, в которые просто я, не знаю, уснул во время просмотра. Четвертый я вообще не стал смотреть, как, ну, стоило метрик увидеть дикую ебищную трели. На пятую я все-таки решил глянуть и был приятно удивлен. Ну, знаете, в принципе, фильм на слабую шестерочку сделан, да? Зато постановка здесь действительно на твердые 8 баллов. Сразу видно, что проделана большая работа и во благо был бухан на дохуя. Ну и все начинается с того, что нас потихонечку знакомят со всеми персонажами. То есть весь замес начинается с того, что типы из отдела продаж и руководство какого-то завода там собираются на тренинг. И, в общем, первым персонажем, которого нам показывают, это является вот этот вот унылый задрот. Ему-то и привидится, что все погибнут. Я не знаю, но этот персонаж у меня лично как бы не вызвал никаких особых симпатий. Следующего персонажа, которого нам показывают, это вот этот вот тип. Такой, знаете, внебрачный сын Кристиана Бейла. Я вот не знаю, почему мне так показалось, но сами, в принципе, посмотрите. Далее у нас телка унылого задрота. В принципе, она такая же унылая, как и он сам. Я не знаю, как только на нее посмотрю, у меня прям, блядь, аж яйца сжимаются. Далее нам показывают телку жирного телосложения, которая является девушкой внебрачного сына Бейла. Тоже дико унылая, и по совместительству она является гимнасткой. Я, блядь, вообще не понимаю, откуда они взяли именно эту девку, блядь, и тем более поставить ее на эту роль, я хуй знает. Вы только посмотрите на ее пузо, блядь, пизду. И знаете, Белл смотрит на нее и осознает, что она дико уебищая, аж забывает, как ее зовут. Следующая телка более-менее пиздатая, которая является одноразовой девушкой солиста группы Green Day. Не знаю, я ее буду звать просто Большая Сиська, и да, я знаю, чего жду сейчас мужики, которые смотрят это видео. Ну, в общем, получаете. Вот этот вот пол-лысый мужик, который по совместительству является начальником этого борделя, дикий долбоеб. Вы только посмотрите на его взгляд. Сразу видно, что ему мало заплатили, но что странно, так это единственный персонаж, который идеально вписывается в этот фильм. Так фильм будет такой же серьезный, как его взгляд. Седьмой у нас Снежок, который по совместительству является, да, в принципе, хуй его знает, кто он такой. Ну, тип, что справа от него сейчас стоит, его дико не взлюбил, и с криками, «Блядь, я уже тут 13 лет сортиры убираю, и до сих пор, блядь, никто». Я не знаю, почему он так его не взлюбил, но это, по-моему, единственный персонаж, который более-менее адекватный в этом фильме. Ну, и последний дикий уебок этого фильма, я точно не помню, как его зовут, но я его буду звать просто Хулио Гонсалес. Я не знаю, почему, наверное, потому что он здесь самый самец, который пытается склеить телочку в весь фильм, но получается склеить только страшную азиатскую бабушку, которая отымеет его на массажном столе. Ну, в общем, все главные герои садятся в автобус и едут через мост, на котором ведутся работы. И тут все начинает рушиться, они убегают из автобуса, Жруха сразу умирает, Белл в отчаянии, хотя, если честно, мы прекрасно знаем, что он в душе, он смеется. Следующий умрет Хулио Гонсалес, он, оказывается, все это время дрочил в туалете, разговаривая по телефону с этой бабушкой. Следующая на очереди большая сиська, к сожалению, она теряет по дороге вторую пару глаз и перелезает через обрыв по балке, падает в воду и убивает Лады Калина. Следующий шеф борделя, он становится окончательно лысым и, не смирившись с этим, падает с моста. Снежка размазывает в пюре и далее мы увидим пафосный побег и кружок сына Белла. Я вот не могу единственное понять, почему его не взяли сниматься в Бэтмене. И вот тут возникает большой вопрос. Какого хуя все это время делает унылый задрот? Оказывается, он пытается всех спасти, но в итоге, блядь, все умирают. Так что совсем непонятно хуя он это делает, и в итоге они с Беллом погибают, и в живых остается только баба унылого задрота. В принципе, на этом фильм стоит закончить, но сценаристам захотелось убить их еще раз. И вы знаете, чисто по-человечески их можно понять. И в общем, мы понимаем, что все это было видение, и нам показывают все с самого начала, только в этот раз все спасаются. Хотя нам показывают похороны тех, кто все-таки умер в автобусе, и актеры пытаются выдавить из себя слезу. Но вы знаете, у них это вообще не получается, и сиська начинает дико угорать. В общем, все-таки, наверное, стоит посмотреть этот фильм. В принципе, ничего нового вы там не увидите, но поставлен он действительно круто. И концовочка вас удивит, если вы видели первую часть. В общем, спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все, всем пока.